Что касается количества пищи, значит, есть такой простой принцип, что вы берёте свою руку, да, в неё укладываете вторую руку и закрываете. Вот так вот, две руки. Вот это то количество максимальной пищи, которую я должна съесть за один раз. Сюда входит всё, и жидкое, и не жидкое. Ну, вода не входит, напитки не входит, это отдельно от еды, мы помним. То есть просто мы это не едим вместе с едой, но я имею в виду и салаты, и злаковые, и всё, что вы собираетесь есть, вот оно должно быть вот в такое количество поместителей. Плюс считается так, что треть этого, это должно быть более жёсткая пища, которую надо жевать, да. Третья часть, это будет более, наоборот, первая, это будет более жёсткая, да, вторая, это будет часть, это будет более жёсткая, скажем, если кто-то есть слух. А третья часть, которая входит вот в эти два кулачка, да, а третья часть — это пустота, это простое пространство. То есть на самом деле съесть надо ещё меньше. Зачем нужна эта пустота? Надо, чтобы пища двигалась по телу, и там образовываются газы всё время, всегда. Больше, меньше — это другой вопрос. Но вот эту вот пустоту надо тоже иметь вот в этом количестве, чтобы была свобода продвижения, чтобы не было перегруженности или вот этой тяжести такой. Это примерно ориентироваться, сколько каждому человеку надо съедать пищу. Естественно, дети — это будут их ручки, большой мужчина, который сколько-то там, килограмм, это будут его руки, мои руки — это мои руки, ваши руки — это ваши руки. И вот таким образом мы можем понять, сколько примерно пищи будет достаточно или нет. Есть там ремасло, если там оно тяжёлое, что мы говорим, да, как картошка или что-то, как хлеб для кафе. Естественно, тогда можно уменьшить это количество. Увеличить — нет, никогда. Уменьшить можно, уменьшать — можно. Уменьшать можно — это, пожалуйста, потому что к следующему вашему приёму пищи должно быть лёгкое ощущение голода. Правило Айвербеды. Никогда не есть, есть это не голодь. Потому что, значит, ещё предыдущая порция пищи, что ты заглотил, она ещё не прошла по тракту пищеварительному. Она где-то ещё лежит. И не надо на неё сверху ещё добавлять. Потому что та, что снизу, сверху, она начинает гнить, токсины эти производить, оно там залёживается, и таким образом образуются все заболевания. То есть показатель того, что надо кушать — это чувство голода. У здорового человека это чувство голода появляется. У больного человека, конечно, который на истощении, ещё на каких-то, или слишком нервный, как у ваты, у них может не быть этого чувства голода, но это как бы в голове нет этого чувства голода. В теле оно есть. Но голова занята другим, и пропадает эта привычка анализировать. Если человек есть очень мало, к чему я это говорю, и чувство голода не появляется, значит, надо себя заставить что-то съесть. Если вы думаете, что для этого человека то количество пищи, что он съедает, оно ему недостаточно. Значит, можно сказать, даже если нет чувства голода, но ты между завтраком и обедом, например, ничего не ел, и завтрак был очень маленький для твоего возраста, если это дети, если это взрослые, но не старики. И старикам можно есть меньше. Тогда мы советуем ему есть такому человеку. Но, как правило, у всех здоровых людей чувство голода показывает, что происходит с этим человеком. Есть другой феномен. Я думаю, вы с этим знакомы, и наверняка у вас есть такие люди, которые могут сказать, «Я всегда голодный». Или это, как правило, тупочные люди будут. Ну, если пить голодное всегда, это нормально. Пусть есть. У него хороший пищеварительный огонь. Если вата голодная, по типу, по сложению вата, она всё ещё вата по своему сложению, она не ожиревшая вата, извините, вот, она просто вата, тогда тоже это другой вариант. Но если вот такой человек, на которого смотрим и думаем, ну, тебе можно быть на диет, да, а он говорит, «Я всегда голодный». Что при этом происходит? Скорее всего, организм или очень, там или фиажа, то есть или там нарушение кислотности, и нарушается как бы вся эта цепочка, или там идёт, возможно, это будут бактерии, то есть неправильно выраженные бактерии, то есть надо пить правильные бактерии, которые заседаются в организме, или это очень сильно, очень много паразитов. То есть паразиты – это черви, да, это любые паразиты. Есть такая история, которую я слышала, что, ну, у всех, у кого есть кошки, собаки, все, кто едят овощи, фрукты, соприкосновение с паразитами – это как бы гарантировано. И поэтому хотя бы раз в год или два раза в год надо проводить антипаразитарную вот эту тактику. Интересны тоже истории те, кто лечит, вот те же ледические доктора, которые путешествуют по разных странах и лечат разных людей с разным как бы подходом, с разным выбором к диете. Вот они говорят, что, например, ну, в частности, такая частность, как бы частность, что, например, кто питается мясом конины, ну, вот в тех странах как бы или в тех местах, где это едят, там бывают паразиты до 25 метров, живущие в кишечнике. Можно себе представить, что это один паразит, который 25 метров. Ну, наверное, это бывает не часто, но тем не менее, если это писано как бы в классическом вот таких, как бы в такой литературе или без таких чьих-то рассказов, значит, я верю, что это есть. И что при этом происходит? То есть, во-первых, паразиты съедают всю нашу пищу, да, которую мы съедаем, человек всё время голодный. Во-вторых, паразиты откладывают, там яйца, и у них тоже там есть свой туалет, куда они ходят, и всё это тоже накапливается. Это всё там стоит. Куда оно идёт? Оно идёт в кровь. И потом всё это распространяется по всем системам и органам. Поэтому, когда все и вокруг, и со всех телевизоров говорят, что надо убирать, убирать паразитов, не надо думать, что это мода. На самом деле есть в этом смысл. Люди очень сильно заботятся помыть руки, вот, внешне, да, при каждом случае, но они совершенно не заботятся помыть или очистить то, что у них внизу в кишечнике. И из-за этого вот бывают эти случаи, когда человек всё время голодный. Или он всё время хочет сахар, потому что на грибках, на сахарах эти паразиты именно растут. Они не любят перец, они не любят гвастику, они не любят вот такие жёсткие, как бы, приправы, вещи, чеснок. Но они любят всё, что сладенькое. Это тоже хорошо иметь в виду. И с этим тоже, как бы, когда клиенты вам приходят, держите это тоже в голове. Возможно ли надо дать антипаразитарную систему? И иногда это бывает просто-таки вот, как бы, необходимо. Я концертировала женщину по её питанию. И это была моя диагностика. И была диагностика компьютерная. И с компьютерной диагностикой там у нас есть такой модуль, когда предсказания на будущее болезни. И вот как на будущее болезни у этого человека выходит несколько. Ну, там было несколько. Но почему я об этом упоминаю? У неё выходит заполнение паразитами, как одно из будущей большой болезни, и другое, как дисбактериоз. То есть заполнение паразитами, понятно. Я сразу ей выдаю антипаразитарные препараты. Она и открывает глаза, как это. Но тем не менее, вот так. Это возможно. И гиалопатические доктора с этим, кстати, почти совершенно не работают. Только хирурги говорят, что когда мы вскрыли, там мы видим, что происходит. А второе, бактериальные, то есть это просто пробиотики. Если так говорить, такими словами, это может быть домашнее приготовление. Кефир, квашеная капуста и так далее, чтобы поменять флору. И опять-таки трифола. То есть трифола, чтобы выровнять кишечную флору, воздобновить ее. То есть это тоже те препараты, которые нужны этому человеку. И они нужны ему для того, чтобы сбросить вес. Они нужны ему для того, чтобы регулировать его дождь, в частности. Потому что этот приход был именно по дождям, именно по пищеварительной системе. Значит, что бывает? Какие заболевания бывают, когда мы неправильно компонуем продукты, неправильно их готовим или неправильно ни по сезону, ни по климату их едим. То есть это будут кожные заболевания. Всякие любые, которые можно в этом смысле придумать. Это будут и псориаз, и аллергии. Вот аллергии — это что? Это надо чистить. Пищеварительный тракт чистить печенку, чистить кровь. После этого все аллергии должны уйти в кожу. Осы. Стопление жидкости в брюшной полости, в брюшине. Анальный свеч. Интоксикация. Вздутие живота. Да, вот вздутие живота. Неправильно компонуем продукты, неправильно готовим. Не по сезону. Горячее с холодным и так далее. Лихорадку, ринита. Риниты, значит, тоже знаем, да, текущий нос, ама, токсины, откапки. Скованность. Скованность в конечностях. Скованность — это будет часто вата. Отёки и анемию. Несомместные продукты не вызывают заболевания у людей, привыкших к физическим нагрузкам. Крепкие, с хорошим пищеварением, привыкших к ним в результате привычного употребления и потребляющих их в небольших количествах. Вот то, что в маленьком количестве организм может пережить, в больших количествах для него это будет уже большой стресс. Имейте это в виду. Лечение болезни, вызванных вируд Каакаре, это шотана, очистительная терапия, включающая в основном рвоту и очищение. Рвоту и очищение кишечника. Когда вы едете на панча карма, панча карма — это пять методов лечения в аюрведическую клинику, то очень часто там начинается с рвоты и с лаксатива, с побегов, походов в туалет чистом. То есть всё надо прочистить. Рвота чистит верхние входы, пищеварительные тракты, и всё снизу чистят именно басти, это называется, это именно кликсмор. Шамана — палеотерапия с использованием растений и мер, противоречащих природе болезни. Ну, рассаяна — это уже идёт как терапия. Потребление несовместимых бледных продуктов следует прекращать постепенно и начинать потребление здоровой пищи без резких движений, чтобы можно было смириться с официантным синдромом. Но это мы с вами уже говорили, что нельзя себя наказывать таким образом, но, имея всё это, имея все эти знания, всё это вы можете постепенно замещать. Вредные продукты — не вредные, вредные комбинации — не вредные. При отказе от вредных продуктов и употреблении здоровой пищи вредное воздействие будет уменьшаться, а положительное будет увеличиваться, что позволит организму восстановить равновесие и вернуть здоровье. Таким образом, врача болезни вызваны вернуть ха-ха и употребляя здоровую пищу в правильных количествах, человек может достичь правильного здоровья и благополучия.